Добрый день, друзья! Нажит они по сильным трудам. 150 тысяч подписчиков, 300 миллионов просмотров, квадратилиард вообще фолловеров и огромные денежные потоки. Думали, все это под хвост вообще коню, но на самом деле под хвост только денежные потоки. Остальное все сохранилось для нас. Ну что, команда Alliance на данный момент взяла снайпера, тренд протектора, Слардара и Скайросмага. В прошлой игре Скайросмаг тоже был у Alliance и тренд протектор был от FNG. Тоже у нас со стороны команды Alliance. На данный момент Power Rangers забрали себе Тролль Варлорда, Венжи Фулл Спирит, Шторм Спирита, Клокверка и Эншент Опарэйшена. Супер комбинации с Клоком, Эншент Опарэйшеном и Штормом, как я понимаю. Туда бы еще какого-нибудь Зевса, но Зевс у нас ушел в баню от команды ПР. Ну, Тролль Варлорд будет у нас фармить. Кто еще будет фармить? Шторм Спирит еще будет фармить. Остальные, в принципе, не очень-то дамажащие. Тут главное, чтобы Клокверк нормально ловил, а там, глядя, и срастется что-то у ПРов. Но первая игра была не с разгромным, конечно, счетом проиграна, но по факту ПР не давили. Те, кто у нас были на трансляции, те, кто слушали, все, что там можно было послушать, наш радиоэфир, те, собственно, могут понять. Так вот, в радиоэфире мы вам говорили, что там так и так, все ровненько-ровненько, ничего там ровненько не было. Я просто вводил вас в заблуждение, чтобы вы хотя бы не сильно расстраивались, что ПРы сильно там терпят. Да, потерпели ПРы, правда, неплохо. Вроде шли ровно по фрагам, но там без шансов для них. Во второй игре, возможно, шансы какие-то появятся. Пайкат забирает себе снайпера. Факин Мэтт берет себе тренд протектора. Опять Лода будет играть на Слардаре. В прошлом матче у нас Кибертурист. Стендин команды ПР играл на Слардаре. Аки забирает Скайра Смага. И Никва будет играть сложной на Фениксе. Со стороны команды Пауэр Рэнджерс. Шторм Спирит для Кибертуриста. Джей Фо забирает себе Веншент Оперейшена. Жотм будет играть на Веншфул Спирит. Чеширский кот играет у нас на Клокверке. И дитя Ра фармит на Тролль Варлорде. Гуд лак, хэв фан. Фана уже было предостаточно. Давайте больше гуд лак. Потому как без удачи что-то сегодняшний день все больше и больше меня пугало. Ну вроде как все устаканилось. Можем в принципе вернуться к матчу. По пику команды... Мне кулаком машут. Говорят устаканилось. Чур, типа тихо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока устаканилось. Там посмотрим. Слардар идет на топ-лейн фармить. Вместе со Скайра Смагом Аки будет у нас саппортить лоду. Ну и Пайкат отправится на Снайпере на Мидлейн. Будет стоять против Шторм Спирита. Факинг Мэт либо на Миде у нас немножко постоит. Либо отправится к Никви. Хотя Никви на Фениксе и самому должно быть вполне комфортно фармить против Тролль Варлорда. Вопрос отправит ли Триплу команда ПР на нижний лайн. Ну скорее всего да. На нижний лайн отправит Триплу. Потому как Чеширский Кот на Клокверке стоит на топ-лейне. А помощь Клоку на топ-лейне это вообще перебор как громко. Громко дота орет. Ну и все. Драки не произошло до выхода крипов. И в принципе команды со счетом 0-0 расходятся по лайнам. Кибертурист на Мидлейне. Запаковался у нас как раз в фаст Ботл. Надо убить два крипа. И все. Ботл уже будет лететь к Кибертуристу. Лететь. Пайкат у нас. Понятное дело. Никаких Ботлов себе нести не будет. Если бы Пайкат на Снайпере себе нес Ботлы. Вообще можно было бы ливать сразу же. Пайкат занимается у нас тут супер дэмэджем. Ну так и есть на Снайпере. Один из наиболее скучных героев. Два в рейсбэндах. Фейсбутцы. Мом. Дальше за тебя все Шрапнель сделает. Факен Мэтт. Выходит у нас в спину к Шторм Спириту. Кибертурист отходит. Со стороны ПРов. На топ-лейне. Чеширский Кот. Крипам по чуть-чуть здесь подходит. Сразу же Лода наваливает ему через стан и с руки пара ударов по железному хребту нашего Клокверка. И Лоду зажимают в когах. Крипы немножко Лодины стреляют. Но это опять же не критично. На нижнем лайне. Жотм. Формит. Не формит. Жотм у нас саппортит. Дитяра у нас формит. Крипов 2 на 2 у него есть. Просто там так. Сильно просел Клокверк. Ну Лода я так понимаю не слезет здесь. Клока будет давить как только можно. Ну и опять же Аки сейчас подойдет. Если где-то Чеширский Кот поймает Станы Сайленс. И еще и замедление атаки. Нет. Пока что не поймает. И если в принципе раскаст от Скайрос Мага и от Слардара. Я думаю Чеширский Кот не переживает. Кибертурист. Уже с батлом 200 сверху. На нижнем лане у нас Дитяра 4 на 3. Вроде отошел Феникс. Или отогнали у нас Феникса. Как вам будет удобней Жотм именно этим и занимается. Ну и Тролль Варлорд в принципе без проблем здесь формит. Крипы подошли под Тавер. Дитяра нормально контролит. Все получается. Поймали Кибертуриста. Факинг Мэт. Семечку положил в Кибертуриста. Но 6-го левела нет. Разваливается. У нас Шторм Спирит. Жотм прилетает сюда. Но слишком поздно. Пайкат настрелял у нас Шторм Спирита. Первый фраг для команды Альянс. Две минуты прошло. По золоту. Альянса выигрывает 750. По экспириенсу в ноль. По экспириенсу видим у ПР-ов дела были до недавнего времени немножко получше. По итогам файта. ФБ 473. В принципе вы все это прекрасно понимаете. 425 у нас для снайпера. Никва. Наполучал по голове от Дитяра. Отходит как можно подальше. Джей Фо в это время занимается здесь дабл отводами. И у Джей Фо получается это великолепно. Под станут Джей Фо не попасть. Нет. Под станут попадают только Крипы. Все остальные пошли на вторую линию. И как тут без Ник вообще? Что за праздник жизни? Без Феникса так и хочется его Икарусом назвать. Феникс просто занимается получением экспириенса. И сейчас экспириенс полна здесь. Получит Джотм подошел под рассказ у нас от Кентавра. Джотм ничего собственно Фениксу сделать не может. Икарус дайв и лететь отсюда. Еще 30 секунд нет у Феникса эскейпа. Можно было бы попробовать поймать его. Слишком далеко Джотм. И точнее слишком далеко здесь Джей Фо. Вдвоем не знаю разберут ли Феникса. Пока что слабо в это верится. На мидлейне у Кибертуриста. 7 на 0. У Пайката 21 на 11. Шторм Спирит просто бедняжка вообще тут. Пайкат в скором времени уничтожит Шторма. Если срочно не поменять положение дела. Факин Мэтт меняет положение дела. Но все в пользу команды Альянс. ПРМ пора бы задуматься. И хотя бы... Я не знаю. Но Джотма можно смело отправить. Помогать у нас Кибертуристу на мидлейне. На подсейв. На какую-то помощь в ганке. На что угодно. Но здесь Джотман в принципе практически бесполезен. Феникса так ни разу и не убили. Четвертая минута заканчивается фармить. Тролль Варлорду никто не мешает. Как фармил, так и фармит. Можно было бы и переместиться на мидлей. Пайкат приносит себе фейсбуцы. И веселая жизнь для Шторма по-моему уже началась. Четвертый левел Шторм Спирит. И Пайкат на снайпере практически шестой. Ой как будет больно без болл лайтнинга. Если Шторм не возьмет сейчас шестой левел, то Кибертурист у нас до шестого левела еще 40 минут будет качаться. Скайросмаг без фарма здесь, без денег. Зато опыт получает третий с копейками. Слардар пятый с лишним тоже имеет левел. Ну и Клокверк, бедняга, такой загнанный. Второй левел чуть-чуть остается до третьего, но еще надо успеть подойти к Крипаму. А здесь уже стоит контрольно-пропускной пункт из Скайросмага. Как только Клок подходит, сразу же фулл-рассказ будет в него и бедняга Клок. Ну что, команда ПР вышла за Т1 по нижнему лайну. В это время Дитя Рай решил потанковать Тавер. Жотом присоединяется к этому клубу. Не пойми чего. Нахватали по лицу оба игрокам. Ну, в принципе, Ботл пришлось потратить. Пять минут сыграно. По золоту. Алайнс тысяча с копейками. По экспириенсу 500 с лишним тоже в пользу команды Алайнс. У Кибертуриста дела совсем плохо. 13 на 0 у него, 34 на 21 для Пайката. Фактически Пайкат стоит на фрифарме. Никто ему не мешает и даже не пытается. Почему не сейвят Кибертуриста, не помогают ему на линии стоять, мне непонятно. Может, ждут просто получения 6-го левела. Типа, стой, хотя бы получай левел. Это не есть хорошо. У Клокверка тоже дела вообще неприятно идут. 4 на 0 у него по крипстатам. Вышел у нас лода на Клокверка, бьется об Коге, ну и ждет лода. Ждет возможности подцепить здесь Чеширского кота. Пока что не получается. Мультиспауны как раз для Шторм Спирита. Возможно, сейчас у Кибертуриста третий оверлод, второй ремнант имеется. Есть возможность левел седьмой, наверное, забрать. Чуть-чуть остается до шестого для Шторма. Ну и ушел факин Мэтт за реку. Не накаляет здесь Кибертуриста, поэтому есть варик хоть как-то, хоть что-то насуетить по экспириенсу. Все, Кибертурист получает шестой левел, надо идти в лес и там выфармливать. Левел получил, надо теперь насобирать хоть сколько-то денег. На седьмой минуте у Шторм Спирита только Бутсов Спид и Боттл. В это время на Мидлейне у Снайпера уже имеется Огр Клаб, есть Рейс Бэнд, есть Фейс Бутсы. Ну, выигран Мидлейн просто с ужасом для команды Пауэр Рейнджерс. Ну все, Кибертурист стоит и сейчас займется отводами. Еще один отвод решил здесь Кибертурист организовать. Как я понимаю, четвертый. Правильно, три есть, сделай четвертый. Простая математика. Четыре всегда лучше, чем три. Опять же, Кибертуристу не надо напрягаться и бить каждого с руки. Ему надо поставить ремнант, чтобы все об него шарахнулись. А дальше с оверлода тоже продамажить по всем. Для этого хотя бы немножко надо еще каких-то артефактов. Тот же Нул Талисман не будет лишним для Кибертуриста. Чуть побольше монопул иметь. Клок, третий с копейками. Чеширский кот даже возможности куда-то подойти, кого-то ганкнуть не имеет. Юзают смок игроки команды Пауэррэнджерс. И отправляются во вражеский лес, как я понимаю. Или на собственный лайн отправляется Чеширский кот. Нет, все-таки идут в лес. Жотан бежит первым. Будут стараться кого-то поймать. В принципе, а кем можно ловить? Четвертый левел не так страшно. Выходит, у нас Кибертурист. Вот такой вот агрессивный мув от команды Паэр. Чеширский кот не достает Пайкату. У Пайката уже есть Фейсбутс. У Чеширского кота 255. Скорость бега у Пайката даже с невключенными фазами 340. Понятное дело, догнать шансов никаких. Хукшотами не пахнет. Восьмая, даже девятая минута. Четвертый левел, третий левел у Клокверка. Какой вообще хукшот? Ну, Штарму самое время отправляться на стаки крипов. У Кибертуриста, кстати, немного здесь шансов нормально подфармить. В крайнем случае, в принципе, может просядеть по ХП. Так-то дэмэджа должен много наносить. Так, Снайпер в это время забирает у нас тролль Варлорда на нижнем лане. J4 тоже здесь цепляют. Никва словит у нас J4. Пошел коллфит у нас по Никве. И Никва может и рассыпаться. Нет, у Никвы остается 10 хелфспоинтов. Никва отсюда уходит. За это, за такую дерзость со стороны команды ПР наказали смертью Ancient Operation. Ну и так. Горит у нас Шторм Спирит. Все забрал? Да, подчистую вообще. Кибертурист забрал все на стаках обычных хрипов и приобретает себе Пауэр Трэдс уже лучше, чем ничего. 1-3. Идет команда ПР. Забрали Феникса. Кто это сделал? Я так и не понял. По-моему, это сделал Клокверк ракетой. Да, Никва у нас погибает от ракеты Клокверка. 3-1. ПР поднимают голову, хотя и не сильно. 10 минут прошло. Две с копейками. В пользу команды Power Rangers по экспириенсу Alliance... В пользу команды Alliance, да. И по экспириенсу Alliance тоже выигрывает 1500 у своих оппонентов. Так, тролль Варлорд провязал нас ульт. Дитяра занимается фармом крипов. В лесу уже есть фейсбуцы, есть Мордип Маск и Ринку Факвива. Дитяра по фарму должен где-то в топе быть. Ну, на третьем месте. На первом месте Пайкат. Хлам вообще на мидлейне был для Шторм Спирита. И Пайкат со всего этого деньги поймёт. Ширского Катана, топлейне. Ловят у нас весь рассказ. Амплифай дэймэдж от Лоды и Аки. Всем, чем можно раскастовать, раскастовал. Клок умирает, причём в первый раз. Удивительно. Лайн и правда был очень сложным. Приходит сюда Кибертурист. Акер ловить готовы. Лоду очень сомнительная перспектива, по-моему, ловить Лоду. Лода, в принципе, жирноват у нас. На данный момент уже у него 1060 по ХП. И, в принципе, дефа 7 тут. Лоду попробуй заковыряй. Пайкаты у нас пытались поймать. И Жотму лучше бы бежать сюда с такими паинками. Есть тан у нас у Лоды. Есть даггер. Развалили очень быстро Жотма. Винга вообще не заходит. Ни в этой игре, ни в прошлой. Жот в прошлой игре дикий терпёжник был. 11 минут сыграно. По золоту 3000 в пользу команды Альянс. По экспириенсу 2 с копейками тоже в пользу коллектива Альянс. Шведы накаляют команду ПР. И белорусам действительно под таким напором не выстоит. Ну и везёт Пайкату. Что не удар, то хедшот. Причём хедшот первого левела. Каждый проходящий в Шторма. Четыре подряд удара уже в Шторм Спирита. Все с хедшотами. Как-то это не честно, как минимум. Представляю там Кибертурист, что в чате думает вслух о Пайкате. Джей Фоу. Тысячу по золоту себе насобирал. Тут либо Транквилы, либо что-то ещё. Возможно, Джей Фоу у нас будет выходить в... Скорее всего, Джей Фоу у нас будет выходить в Хэнд оф Мидас, потому как других вариантов насобирать Аганим у Эншент Опарэйшена не имеется. У Тролля что-то должно лететь. Да, есть уже Хэлм оф Айронвилл для Дитя Рай и, в принципе, собранный Доминатор. Никву ловят. У Никвы есть и Карус Дайв. Ну и Никва не такой глупый. Чтобы оставаться здесь, Никва улетает. Чеширский кот на Никву. Вот теперь Никва здесь останется. Кокверк разваливает у нас Феникс, а счёт становится 2-5 в пользу команды Альайенс. 12 минут. Ну, ПР и нашли, чем ответить. В принципе, не самого сильного героя забирают, но, тем не менее, хоть какой-то фраг для Пауэр Рейнджерс. У Лодда на данный момент есть Даггер, есть Пауэр Трэд, Саут Шилд и в Курьере пока для Лодда ничего. 820 имеется на руках у нас у Мейн Керри команды Альайенс. У Пайката уже есть Сэндж, есть Масков Мэднес, есть Фейс Буцы и Рейс Бен. Пайкат занимается фармом в собственном лесу. Т1 от команды Альайенс трещит очень медленно. Лода уже готов врываться. Под смоком Лода, стан у него есть, Даггер у него есть. Врыв пошёл на тиширского кота. Холдфит у нас по Лодде, Лода отсюда уходит. Сразу же Соник Феникс Сан у нас от Никвы. Никву развалили, Кибертуриста тоже убивают. Но неужели одним Фениксом ограничена команда ПР? Так и случилось. Команда Пауэр Рейнджерс на 12 минуте 51 секунде заходит под Т1 и в пятером там ложится. Просто братскую могилу организовали Альайенс. Из ребят с команды ПР потеряли только Феникс. Опять же, Феникс ультанул, вкастовал нормально, надамажил всех, засловил всех, кого можно было. И смерть у него вполне оправдана. 3-10 Альайенс просто тащат команду ПР в неизвестность какую-то. ПРом не знаю, как отковыряться. Лоду ловят у нас. Лода ловит Стан и улетает отсюда. Все нормально для лоды. На нем Ливинг Армор висел. Чеширский код за Пайкатом. Овергроуз пошел от Факин Мэда. Ульта аппарата попадает по лоде. Лода, в принципе, фуловый. Факин Мэд тоже у нас фуловый. Ну и Пайкат ульты аппарата избежал. Под Ливинг Армором быстрее отсюда бежать. ПР опять пришли попытать счастье на нижнем лайне. Что-то, мне кажется, ситуация может повториться. По фарму они проигрывают 5 с копейками. По экспириенсу 5 с половиной тоже в пользу команды Alliance. Это печальная игра, зачем мы вообще врывались сюда. Alliance сильнее. Alliance собрались. Alliance не тот коллектив, который был еще 3 месяца назад. На который было стыдно смотреть и страшно вообще произносить вслух было это название. Вспомнить, какие грозные были у нас Alliance на третьем НТЕ. И какие были они 3 месяца назад. Но это небо и земля и действительно не в лучшую сторону повернулся уровень игры. Команда Alliance. Ну теперь кое-как вроде наковыривают свое, забирают и пока неплохо себя чувствуют. Опять же, на данный момент у ПРов выигрывают. Это полуфинал. Айлиги борются за выход в финал европейской квалификации. Пока что у них все складывается хорошо. АПРы на их фоне действительно выглядят, ну, группой, командой точнее, из немного другого дивизиона, классом пониже. У Кибертуриста уже появляется 2 Rob of the Magic. Готовится выйти у нас в Оркет, насколько я понимаю, для Дитяра. На данный момент уже имеется Блэйд и Фалакрити, ну и готовится выйти в Яшу Дитяра. J4 1500 на руках. Сейчас должен уже появиться рецепт на Hand of Midas, лишь бы J4 не слился сейчас. 3.10 опять же, Alliance выигрывают. Ну и на 16-й минуте этого достаточно, чтобы чувствовать себя гораздо увереннее, чем оппонент. Бедняги, ПРы не знают, что толком делать. Разброты шатания во вражеском лесу втроем пошли, в четвером даже под смоком пошли во вражеский лес. В это время Alliance заходят на Роху. Взбили линку Рошану, повесили Amplify Damage и нормально сыпется у Пайката. С руки уже куча дэмэджа, скорость атаки крутая, Face Boots есть, Mask of Madness есть. Сэндж тоже для Пайката есть и Яша уже летит в Курьере. Реактивная курица несет у нас Сэнджин Яша для Пайката. Ну а мидлейн команда ПР, прошу внимания. 2 Rob of the Magic и Power Threads. Больше у кибертуриста ничего толкового нет. Ну что, пошла у нас драка. Overgoals от Fucking Madness сразу по троим. Fucking Madness забрали, но потеряли венгую и тролль Варлорда. Ну и даблкил у нас от Пайката и Пайкат уже Wicked Sick. Дальше погоня за кибертуристом. Есть чем улететь к кибертуристу. Врыв пошел Чеширского кота на Пайката. Пайкат у нас без Аегиса. Да, Пайкат без Аегиса можно убивать. Забирают Пайката. Вот это хорошо так свезло команде Power Rangers. Wicked Sick забрали. Никва здесь реинкарнацию организовал. Организовал, но никву никто уже трогать не будет. По итогу этого файта Пэйеры выиграли 860. Ну это по размен Ancient Operation на Снайпера. Но тем не менее, 858 заработал только Клокверк за смерть Мейнкерри Коммада Alliance. Мид-героя Снайпера, на котором играл Пайкат. То, что Пайкат обычно зарабатывает много, это понятно. И за смерть Пайката тоже всегда дают очень много. Такая, в принципе, лакомый кусочек для любой команды, которая играет против Пайката. У Чеширского Кота появляется Блэйдмейл. БКБ пока ни у кого нет. Есть вариант ловить. Слардар. Без БКБ. Ну, в скором времени должен уже подумать об этом. Ну, думаю, Лода прекрасно понимает, что его ждет. Готовится выйти в БКБ. Да, Огрклак появляется для Лоды. В скором времени Чеширского Кота просто будет отрезать у нас Слардар. Слардар и не поймешь, что с ним потом делать. Под Смаком Чеширский Кот на вражеский хайграунд не заходит. Кстати, Роха-то. Роха не умер. Я-то думал о Эггис. Да, Рошанн у нас не умер. Дитя Рар. Сразу же юзает Батл Транс. Готовы врываться игроки команды Альянс. Тут поздновато немножко Лода приходит. В итоге Шторм Спирит забирает Эггис. Лоду должны раскайтить. Шторм живет. Пока еще живет. Продолжает жить у нас Кибертурист. Кибертурист просто разваливает у нас Лоду на лоу-хп Кибертурист. 20 хп и он дерется. Ему фиолетово вообще. Теряет Эггис в итоге Кибертурист. Потеряли троих игроков. Команда ПАЭР. Правда Снайпер там на лоу-хп. Вот его бы догнать. Где Снайпер, кстати? Снайпер у нас уже давным-давно далеко ушел. Факин Мэда тоже поймать не могут. Просветить нечем. Ну что, Кибертурист потерял Эггис. По золоту там немного заработал. Файт-рекап не успел клацнуть. Извините, сейчас по графикам глянем. В итоге у Шторма появляется. Два Обливианстафа. Совсем немного остается до Оркетов Малеволянс. Ну, это великолепно. Притом, как сильно терпела команда ПАЭР. Сейчас вышли на вменяемые позиции. 7-16. По золоту Альянс выигрывают 6 тысяч. По Экспириенсу они выигрывают 4 тысячи. Их преимущество сокращается. И это безусловный плюс для ПАЭРов. Напомню еще раз. Проигрывать здесь нельзя. Это сетка лузеров. Четвертый раунд у нас. Полуфинал. Ну и там проиграл и вылетел. Все очень просто. Второго шанса никто ПАЭРам не даст. Феникса в это время развалили у нас в лесу команды Альянс. Как Шторм Спирит нагло начал играть. У Кибертуриста 1-2-3 счет на данный момент. Это первый фраг личный для него. Ну и 3 ассиста. По итогам файта 500 заработал Шторм и Эншинт Оперейшн. На двоих, разумеется, разделили. 8-16. ПАЭРы по чуть-чуть, по кусочку. Но откусывают преимущество команды Альянс. Прожевывают и идут дальше. У ПАЭРов пока дела не критичны. На 20-й минуте можно и больше было проигрывать. Ульта Аппарата полетела на топ-лейн. Будут ловить здесь Лоду. Попадает? Нет, не попадает. У нас J4, Лода по чеширскому коту. Блейдмейл включает чеширский кот, Лоду сгрызли. Опять же, здесь недалеко был Дитя Рам. Вдвоем расковыряли Лоду и потеряли на мид-лейне Эншинт Оперейшн. Это вообще не считается. На фоне самого жирного игрока команды Альянса, именно Лоды, конечно же, я говорю о Слардаре. Это вообще безусловный плюс. По итогам файта, пэры только-только в плюсе останутся. Появляется Оркит уже для Кибертуриста. Курьера где-то просрала команда Power Rangers. Ну, не повезло. 9-17 счет на данный момент. 5 тысяч, Альянс держится. По экспириенсу 2 500. Выигрывают 2 500. Начинали еще не так давно с 6 тысяч свое падение. У Пайката уже есть Сенжин Яша и Огр Клаб. Значит, Пайкат будет выходить в БКБ и Клокверк станет в скором времени бесполезным. У Слардара до БКБ тоже. Собирать еще и собирать. Есть Hand of Midas для Лоды. Очень весело придумал у нас Лода. С этим Hand of Midas, в принципе, и под фонтан не грех его отправить. Ну что, поймали Факин Мэда. Во вражеском лесу решил у нас прогуляться Тренд Протектор. Приятной прогулки, говорит команда ПР. Отправляют его в таверну. 10-17 счет. Потихонечку, но ПР и приближаются к команде Альянс. Можно где-то и больше, чем одного Факин Мэда поймать и умудриться отыграть все преимущества команды Альянс. Никву здесь видит Чеширский Кот. Надо уходить отсюда. Пугает здесь Хуком у нас Чеширский Кот. Ну и под Блэйд Мэйлом. Походил у нас по Мистик Флееру. Я не думаю, что Жотну стоило. Кстати, у нас высвапывает Чеширского Кота. Теперь он умирает. А так бы посильнее надамажил Скайросмага. Лода врывается в двоих. Жотну ловит стан у нас. Джей Фо тоже на лоу ХП. Ну и здесь Феникс Сан практически всех разваливает. Убили в итоге Феникс Сан, но минус 2 делает у нас Пайкат в данном файте. И Никва тоже сильно, очень сильно в Супернове надамажил команду ПР. Дитяра тут вроде как парень покрепче. Единственный, кто выжил в данном файте. Кто непосредственно участвовал в избиении Феникса. Остальные все отправились в таверну. Ну, кибертуриста здесь не было. Он не реагировал на Феникса здесь. Ну что, пошла погоня за Факин Мэдом. Просто в инвиз. Нет просветки у кибертуриста. Нет просветки у дитяра. Не царское это дело вообще просветку с собой носить. У тролль Варлорда 3 800 на руках. Дитяра. Все очень просто. Надо покупать Сакрит Релик. Куда еще можно удачно вложить 3 800 на 22 минуте? Покупаешь рапиру, отдаешь ее сопернику, пишешь ГГ. Дитяра отправляется на Эншентов. Вообще по золоту и по вещам давайте пробежимся. У снайпера появляется БКБ и у тролль Варлорда тоже прилетает Блэкинг Бар. Еще не прилетает, сейчас появится. Так, по вещам пробежимся, да? Снайпер переобретает себе БКБ. Фейсбутцы с Энжи Яшем. Мы все это видели. У лоды на Слардаре. Имеется дайгер, есть Огриклаб и 1500 на руках. Пока еще не хватает денег до БКБ. Не хватает рецепта и 100 копеек на Митрилхаммер. У Феникса появляется Хенд оф Медас. Есть Транквил Буци и готовится выйти в Шиву Никва. 2200 у него на руках, плейтмейл имеется. 500 до Мистик Стафа. Перефармливает, конечно, саппортов Никва Дика. Команда ПР. Тренд Протектор уже. Приобретает себе Пойнт Бустер. Стаф у Физодри тоже у Факин Мэда есть. И остается всего лишь 1300 до Аганима. Со стороны Скайросмага мы видели. Да, видели мы такого Скайросмага. Ничего интересного. У Кибер Туриста Оркит есть. ПТ, Боттл, Сол Ринг пока больше ничего. Только 1000 наличных. У Локверка есть Блэйд Мэйл и 800 сверху. Это время падает Тауэр Нас на топ лейне. У Венши Фул Спирит Пустота. Правда, есть одна урна у Жотма. И у Эншент Опарэйшена появляется. У Грклаб Хенд оф Медас. 1400 для Джей Фо. Лучше бы купил себе Пойнт Бустер. Побыстрее Джей Фо, потому как сейчас можно и огрести. Ну что, пошел врыв от лоды. Ульта сразу же от Никвы. Джей Фо на ЛОХП под Овергролсом. Под Супер Новый. Дитя Ра старается здесь расковырять у нас Феникса. И Трипл Килл у нас от Никвы. Пайкат забирает еще двоих. Команда Пауэр Рейнджерс рассыпалась просто в калитку. Ну, один удачный файт решил вообще все моральное состояние команды Пауэр отправить в никуда. Пауэры проигрывают. Очень просто разобралась с ними команда Альянс. Без напрягов, без каких-то сложностей. Взяли то, что хорошо дерется. Взяли то, что сложно убивать. Попробуй убей этого тренд протектора. Попробуй вообще убей кого-то со стороны команды Альянс. Главное, что Факин Мэтт прошлую игру-то тоже практически выиграл для Альянс. Пауэры не отреагировали. Ну, получи. Собственно, Пауэры у нас заканчивают путешествия по данному турниру. Сейчас расскажу по команде Альянс. Куда у нас шведы выходят. Одну секундочку. Выходят они на победителя тоже там интересной пары. Там, по-моему, дерби, если не ошибаюсь, российская будет. Одну секундочку. Так, Альянс, Пауэр. Да-да-да. Все, в принципе, все вижу. Да, Альянс у нас выходит в финал, побеждая Пауэр. А за второй слот в финале будет бороться команда Moscow 5 против Asus Polar. Asus Polar у нас Форенкер с NC Кэптон развалили. М5 у нас Анкноу Бурден. А, точнее, Бурден Юнайтед расковыряли 2-1. Ну и М5 будут драться против Asus Polar. Этот матч состоится у нас завтра в 18 по Киеву и по Москве. Ну что, на сегодня у нас Айлига заканчивается. Этот день был очень коротким по стримам. Очень коротким. Вот самым, наверное, коротким по всем стримам. Но этот день был невероятно тяжелым морально. Понервничали, попереживали. Все сложилось, все будет хорошо. Дальше дела будут только лучше. Оставайтесь с нами. Можете играть в доту. Книги пора отложить. Хотя бы на сегодня. Книги почитаем с новой недели. У микрофона был друг. Это была студия игрокам ТВ. Спасибо огромное, что вы с нами. Мы это очень ценим. Ну и спасибо огромное за поддержку вашу в эти последние два дня. Эти два дня и правда были сложными. И, наверное, самыми длинными в жизни студии. Не забывайте нажимать follow на нашем канале. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Ну и все воды у нас будут на Ютьюбе. Все. Всего доброго. Всем спасибо. До новых встреч. Услышимся уже завтра. Продолжение следует...